Афиняне Апостол Павел Этот вот логос, сущий вечно. Люди не понимают и прежде, чем выслушать, и выслушав однажды. Ибо хотя все люди сталкиваются напрямую с этим вот логосом, они подобны незнающим его. Даром, что узнают на опыте точно такие слова и вещи, какие описываю я, разделяя их согласно природе, истинной реальности, и высказывая их так, как они есть. Что же касается остальных людей, то они не осознают того, что делают, подобно тому, как этого не помнят спящие. Гераклит и Фесский. О природе. Гераклит, конечно, мыслитель чистой интуиции, можно сказать, чистой веры, если хотите. Его логика, его диалексика рвала все узы формальной логики. Скучной, однообразной, связанной, исключающей всякое прозрение, всякую интуицию сверхъестественную. Все укладывающее, так сказать, в правила формальной логики, в правила формы. Он действительно безрассуден. И в поведении своем, и во всем прочем, с точки зрения мещанского рассудка. Ну что это? От царства отказался, от пищи отказался, лечиться отказался, всю жизнь голодал, будучи царем. Мещанин скажет, ну, просто дурак. А с Платон бы сказал, великий человек. Гераклит жил в городе Эфес, остаток которого сейчас на территории Турции. Это один из богатых и очень активных торговых центров так называемого ионийского побережья. Это самый конец VI века, начало V века. В этот момент некоторые люди решили, что о глубочайших божественных истинах можно как бы при помощи разума рассуждать. Значит, можно их как-то и передавать так же логически. Вообще-то все эти священные истины раньше передавались в храмовом пространстве, от учителя к ученику. А первый греческий философ решили, что вот они носители разума, и разум должен вот эти тайны перевести на язык человеческий, на язык рассудка. Эксперимент дерзкий, и тот же наш герой Гераклит говорил, не нужно спорить о величайшем. То есть он, первый философ, сам говорит, что вообще вся эта логика вообще не для истины. Нужно увидеть что-то, потом об этом сказать, но без аргументации, потому что никому ничего не докажут. Вот это рождение философии спорная, удивительная, волшебная, так сказать, точка в истории европейского духа. И первые философы, они как раз вот здесь между древностью, с ее мифом, но и перед как бы наукой, которая будет утверждать свое право на истину. Они все-таки поэты, пророки, бизионеры, и в то же время уже логики, аналитики, и, я бы сказал, учителя, так сказать, морали и поведения. Античный историк философии Диаген Лаэрдский пишет, что Гераклит с детства заставлял девиться себе, в молодость утверждая, что он ничего не ведает, а взрослым, что знает все. Расцветову приходился на 69-ю Олимпиаду. Это 504-й, 501-й год до Рождества Христова. Был он высокоумен, как никто, и всех презирал, как это явствует и из его сочинения, в котором он пишет, «Многознайство уму не научает, ибо есть единая мудрость постигать ум, который правит всей Вселенной». Просьбами эфестцев дать им законы он пренебрег, ибо город был уже во власти дурного правления. Удалившись в храм Артемиды, он играл с мальчишками в кости, а обступившим его эфестцам сказал, «Чему дивитесь, негодяи? Уж лучше так играть, чем управлять в вашем государстве». Как раз в этот момент, конец VI века, происходит рождение античной демократии греческой. Город переходит к гражданскому самоуправлению. Все всегда в истории болезненный процесс, и тогда это было то же самое. Правая и гражданская война, конфликт, жестокое уничтожение одной партии и другой. Гераклит отказывается от царской власти, хотя, в общем, он наследственный Басилевс. Он винит эту смуту, он разочарован в людях, и, в общем, уходит, как мы бы сказали, в частную жизнь. Но при этом полезно помнить, что Басилевс, он еще и по своим служебным обязанностям является верховным жрецом. На ступенях храма Артемида Эфесской, который потом, как известно, герострат негодяй сжег, на этих ступенях он общается с детьми, играет в кости, то есть демонстративно ведет жизнь как бы аутсайдера. Но при этом все знают, что этот человек мудреец. В Эфес приезжает просто посмотреть на Гераклита. Сохранился более-менее достоверный фрагмент, который говорит о том, что какие-то культур-туристы зашли в дом Гераклита, были изумлены, видимо, нищетой. Но это уже говорит о том, что Юродиво-Юродиум, но он уже имел какую-то эллинскую славу. В общем, многие тогда писали книги о природе. Не просто о природе, как мы сейчас говорим, а о происхождении всего. Вот и Гераклит традиционно написал именно эту книгу. Книга состояла из трех частей. Одна посвящена была устройству мира, вторая – устройство общества и третья – отношение к религии. Он писал темным языком очень и бездоказательно. То есть все его произведения написаны как в самовыражении интуиции, причем в такой парадоксальной форме всегда. Вот почему еще он назывался темным. Не торопись дочитать до конца Гераклита Эфесца. Книга его – это путь, трудный для пешей стопы. Мрак беспросветный и тьма. Но если тебя посвященный вводят на эту тропу, солнце светлее она. Приводя эти строчки, Диоген Лаэрдский сообщает, когда Еврипид дал Сократу сочинение Гераклита и спросил его мнение, Сократ ответил, «То, что я понял, великолепно. Думаю, и то, что не понял, тоже». Впрочем, для этой книги впрямь нужен Делосский ныряльщик. Что он имел в виду? То есть, через тьму слоев воды где-то там, в глубине, лежит золото мыслей Гераклита. И поэтому, чтобы его достать, очень нужно большое искусство. А остальные считают его темным, потому что вода-то непрозрачная, слишком большая глубина. Все греки понимают, что так устроена поэзия. Священное безумие и, конечно, текст, который должен очень рационально быть построен. И Гераклит говорит, вот послушайте, дельфийская севилла, непрекрашенная, непримазанная, кричит, рычит, извергает что-то непонятное, бессмысленное, а слова ее проходят тысячелетиями. Он чувствовал себя пророком, поэтому и выражался, как пророк. Гераклит действительно был христианином как бы дохристиан. И одним из самых цитируемых апологетами христианства, которые защищали достоинство христианства под лицом язычества, образованного, они говорят, да к вам что, Гераклит великий, он же то же самое говорит, что мы. И о конце света он же говорит, что все в конце концов сгорит в страшном огне. этот космос один и тот же для всех не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет. Вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий. Гераклит Греческое слово космос, любимое слово пылось. Строй, порядок, устройство, организация. Все, в результате, что беспорядок становится порядком, это космос. Например, строй военных, это космос, женское украшение, это космос, косметика, вот отсюда слово. Здесь Гераклит хочет сказать, что любой порядок, даже вот который мы у себя в комнате навозим, он тоже не на место. Потому что любой порядок это то, что с самого начала существовало. Мы его можем сломать, развалить, но это для нас будет беспорядок, а в мире опять восстановится гармония. То есть это, ну, говорят на современном жаргоне, это самоуправляющаяся автоматическая система, которая из любого хаотического состояния восстановит порядок. Вот так она устроена. Дальше Гераклит говорит, что этот мир не создан никем, ни из людей, ни из богов. Был, есть и будет. Тоже очень сильный тезис, который современников мог шокировать. Ученые говорят, что был, есть и будет, это сакральная формула из древних гимнов религиозных, греческих. Ну, довольно обычная такая вот, клише религиозная. Но так можно поговорить о Боге. Он был, есть и будет. Он надо времени, у него времени. А о мире так говорить не принято было. Гераклит же вот говорит, что мир и есть бог. Такой вот, как бы, безличный, безличный порядок. Пройдут потом еще века, когда в христианской культуре попытаются совместить этот абсолютный порядок и, как бы, вот личную субъективность. Но здесь была битва со старой мифологией. Гераклит бросает и вызов. Ругая тех, кто приносит жертвы демонам, Гераклит сказал, тщетно очищаются кровью, кровью оскверненные. Как если бы кто в грязь войдя, грязью отмывался. Его бы сочли сумасшедшим, если бы кто из людей заметил, что он так делает. И извоянием этим вот они молятся, как если бы кто беседовал с домами. Ни о богах не имея понятия, ни о героях. Личность – божество человека. Значит, перед нами вот этот мир, который был, есть и будет. Чем? Все-таки у него есть свое лицо у этого мира. Этот мир есть огонь, говорит Гераклит. Греческая пюра значит не столько огонь в смысле пламени, которое может что-то охватить, сколько вот такое светлое излучение. Огонь как энергия, как свет, как жар. Жизнь бога в том, что он мерами вспыхивает и мерами угасает. По другим фрагментам можно представить, как Гераклит это видел. Происходит в какой-то момент воспламенение, вспышка. Это значит, что Бог превратился в мир. И дальше у огня это начинает сложная, непростая очень биография. После этой вспышки он начинает медленно остывать, гробиться, превращаться в какие-то, может быть, цветовые корпускулы. А потом огненная стихия превращается в другие стихии, в воздух, в воду, в землю. Причем вот этот процесс угасания ведет к тому, что мир становится многообразным, раздробленным, связанным, спутанным. Отдельные части приходят в конфликт друг с другом. Но в какой-то момент вот этот конфликт дорастает до того, что мир приходит конец. Мировой пожар автоматически необходим, потому что пока мир находится в этом многообразном состоянии своем и существует добро и зло и всякое многообразие, которое конкурирует друг с другом и так далее, пока мир вот так множествен, а, гераклит теоретик единства, он полон греха, полон неправды и поэтому должен сгореть, ибо огонь очищает все. Борьба всего отец и всему царю. Одним она определила быть богами, а другим людьми, а из тех одним рабами, а другим свободными. Противоречивость сближает, разнообразие порождает прекраснейшую гармонию, и все через раз присоздается. Грядущий огонь все обымет и всех рассудит. Гераклит. Многим хотелось бы, чтобы предметы находились в одном и том же постоянном состоянии, чтобы существовала статичность, которая управляла бы всем и действовала бы всегда. Гераклит понимает, что это невозможно, потому что все течет, все постоянно меняется. Гераклит не представляет себе мир, где нет противоположностей. Если нет противоположностей, это значит, что мир погружается в болото, что мир похож на кладбище. Это одна странная, как бы телесная жизнь Бога. Ну, у Гераклита всегда есть некоторое иное, некоторый, так сказать, вход из замкнутой картинки, более многомерно. Что происходит, когда мир так огненно пульсирует? Он пульсирует не просто так, это не хаос, это космос, потому что пульсирует мирами. В этом фрагменте это слово метром, то есть мер. В других фрагментах говорится о единой мудрости божественной Гентософон, которая тождественна Богу, видимо. И произносится такой, высказывается термин, у которого длинная, славная, удивительная история. Греческий термин Логос. Богом становится тот человек, который исполняет волю Божью. Значит, верно, сказал Гераклит, люди-боги, боги-люди, ибо Логос один и тот же. Смысл этого таинственного изречения очевиден. Бог в человеке, человек-бог, а волю Отца исполняет посредник, так как слово Логос посредник между Богом и человеком, общий им обоим. Климент Александрийский. В полисе, каким был тогда Эфес, люди ходили на гору и соединялись в единое целое при помощи обычной повседневной беседы, которая всегда связана с тайной, но и с весьма сильной логикой. Так и Вселенной, состоящей из противоположностей, управляет принцип Логоса. Речь объединяет все в мире. Само слово Логос происходит от глагола легейн, который первоначально обозначал выбирание из чего-то, сбор информации и связывание в одно целое. Заметьте, легей говорить правду. Это говорить не просто произносить слова какие-то, конечно, а говорить выражать правду. В мышлении человека Логос не просто слово, это понятное слово. Это слово тождественное понятие. Поэтому без Логоса мир был бы непонятен. Но если бы Логос был только у человека, а в мире Логоса бы не было, то мир тоже был бы непонятен. Поэтому Логос одновременно есть закон мира и закон правильной речи, и закон правильного мышления, и закон жизни правильного. Все это называется Логос. Вот это и есть слово Божественного огня. Причем он даже подчеркивает, что вот и мир так устроен, что он как бы является сообщением. Не даром же это Логос, слово, которое нам сообщено. И мир устроен как сообщение, которое не скрыто от нас. Мы же его видим, ну и не совсем открыто, потому что надо вот что-то сделать, как-то подумать, чтобы понять, что нам открыто. Поэтому все честно, от нас никто ничего не скрывает, но никто нам ничего даром не дает. Вот эта высшая мудрость, явленная через Божественные огонь и Логос, она прочитывается мудрецами. Я искал самого себя. Предела в душе не отыщешь, по какому пути не иди. Так глубок ее Логос. Вместе с тем всем людям дано познавать самих себя и быть целомудренными. Целомудрие величайшая добродетель. Мудрость же в том, чтобы говорить истину и действовать согласно природе, осознавая, что здравый рассудок у всех общий. Гераклит. Как и многие древние мудрецы, Гераклит считал, что человек в миниатюре повторяет устройство космоса. Там есть все стихии, они как-то сопряжены свитой вместе. Гераклит говорит большее. У человека есть душа. Вот у человека есть его личный Логос, который принадлежит ему, и он одновременно принадлежит и Богу. Другие вещи тоже подчиняются Логосу, но извне. А у человека это Логос внутри. Гераклит прямо так и говорит, душе присущ самоувеличивающийся Логос. Есть компьютерные программы. Логос это вложенная в каждую вещь программа. И она слепо подчиняется ей. Человек единственный в космосе существо самопрограммирующееся, которому Бог позволил быть самопрограммирующим. То есть его Логос будет раскручиваться так же бесконечно, как в космосе. Душа в нынешнем состоянии, она, в общем, мертва. То есть то, что мы называем жизнью, это смерть на самом деле. А вот то, что мы называем смертью, то это в некоторых случаях, по крайней мере, это жизнь. Эта картина мира, не сказать, чтобы очень светлая и оптимистическая, потому что действительно лучшее, что может сделать человек, это умереть, преобразившись. К обществу Гераклит относится еще хуже, ну и это понятно в свете тяжелой судьбы его. Он передал свой, так сказать, трон с Басилевса брату, которого он считал совершенным человеком брата, демократическое большинство изгнало из государства и потом стали резать друг друга как бы уже от души и спокойно. Дальше была очень печальная судьба. Есть легенда, что персидский царь, это Дарий был, пригласил его к себе. Он обещал ему люблять все к ним, все условия, замечательную жизнь, ну естественно пенсию хорошую и прочее, вообще придворную жизнь рядом с ним, с Дарьем. Дарья был довольно просвещенный человек, кстати. В результате он поехал, вообще ушел от людей, ушел в горы и питался там травами, растениями всякими и внуков, поверьте, скончался. Он не переносил никаких компромиссов. Он ушел за откровение. И поэтому правильно ранние апологеты записывали в свой союз. Гераклит Гераклит говорит, что слово существует вечно. О том же, что оно дитя и навеки вечный царь всего сущего, он говорит так. Век дитя играющий, кости бросающий, дитя на престоле. Это комментарий святого Ипполита Римского. А вот стихотворение Григория Богослова, посвященное эфесскому мудрецу. Есть но что это значит? Чем был я, уж что миновало? Ныне иной и иным буду, коль буду и впрямь несть постоянства. Я сам речной поток замутненный, вечно текуя вперед и никогда не стою. Дважды потока реки не придешь того же, что прежде снова. Несмертного ты прежним не узрешь вовек. Царство над миром принадлежит ребенку. Но все-таки это игра, все-таки это не хаос, это не мертвый сон, а это игра, игра ребенка и может быть божественного, который ждет, когда что-то произойдет такое, и этот космос вот такой играющий станет его царством. Евангелие от Иоанна, говоря о втором лице в Святой Троице, называет его Логосом. То есть Иисус Христос является живым воплощением Логоса. Это слово, пришедшее в мир для того, чтобы объединить мир, собрать людей, отошедших от Бога и призвать их к спасению. Понятие Логоса евангелист берет из традиции, начало которой положил Гераклит. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Гераклит. Гераклит. Добро Гераклит. Р Op. Гераклит. Гераклит. С RAW Идем. Гераклит. РосSE